МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среднестатистического казахстанского города. Люди спешат на работу, опаздывают на автобус, на ходу проверяют электронную почту. Казалось бы, ничего особенного. Но в этой идеалистической картине скрыта угроза, о которой мало кто задумывается. Каждый 22-й в этом человеческом потоке болен сахарным диабетом. И в половине случаев даже не подозревает об этом. Человечество периодически переживает смену основных заболеваний, лишающим образом влияющих на длительность и на качество жизни. Если, скажем, 17-й век – это главным образом инфекционные, массовые инфекционные заболевания, эпидемии, которые опустошали целые страны, то сейчас на смену инфекционным массовым заболеваниям пришли заболевания неинфекционные. Конечно, к ним относится сахарный диабет. Только по официальным данным, в 2017 году количество людей, страдающих сахарным диабетом в Казахстане, составило около 308 тысяч человек. Но в данном случае речь идет лишь о тех, кто добровольно встал на учет. Расширенные исследования Международной диабетической ассоциации оперируют другими цифрами. По их мнению, уже сегодня 818 тысяч казахстанцев живут с этим диагнозом. Таким образом, среди стран Центральной Азии Казахстан находится на втором месте после Узбекистана по количеству больных с сахарным диабетом и существенно опережает в этом вопросе Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Впрочем, мировая статистика удручает еще сильнее. Так, в Китае с сахарным диабетом живут свыше 114 миллионов человек. В Индии ровно в половину меньше, а в США еще 30 миллионов. Это заболевание очень широко распространено и приводит к высокой смертности. На сегодняшний день занимает третье место после заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. А также частой утрате временной работоспособности или же к инвалидизации этих больных. Эксперты уверены, сахарный диабет обретает характер эпидемии как в Казахстане, так и во всем мире. И если основополагающими причинами возникновения диабета первого типа являются генетическая предрасположенность и сбои в аутоиммунной системе, то развитие второго типа – это последствия вопиющей халатности по отношению к собственному здоровью. Медики отмечают, что большинство казахстанцев не придают особого значения контролю уровня сахара в крови, игнорируют скрининги здоровья и, как следствие, поздно узнают о заболевании. Ведущее место среди всех диабетов занимает диабет второго типа, который когда-то раньше называли диабет взрослых. Он особенно массово распространяется у людей среднего и пожилого возраста. Прямо тут идет закономерно вверх кривая заболеваемости. И причины этого диабета, ну, они связаны с нерациональным питанием. Мы питаемся совсем не так, как нам надо, едим гораздо больше, чем нам надо, и не то, что нам надо. И один из важнейших факторов риска диабета второго типа, вот на его долю приходится около 90-95% среди всех форм диабета, является избыточная масса тела. За один только 2017 год диагноз сахарный диабет второго типа был поставлен 25 тысячам казахстанцев. Это серьезный повод задуматься и уже сейчас сделать все возможное для того, чтобы спасти свою жизнь, здоровье и будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова